Детская библиотека 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 Его брат Велимниц, трехметровый ракоскорпион, гидроидный полик и глубоководный грибневик собрались в дворцовой зале и стали думать. На совет старейшин морского царства пробовалась в индесущей многоножкой, сообщила очень важную новость. Так вот, вчера я своими глазами видела, как рыбы выскакивали на сушу и хватали артами в воздух, а потом живехенькие возвращались в море. У них получилось, воздух не смертелен. Да-да, не смертелен, и я своими глазами отыскать и пригласить тех рыб, повелела царица. Наутро правительница выступила с воззванием своему народу. Мои верные поданные, кистеперы, лучеперы, двояко дышащие, мы должны выжить, а для этого нам придется учиться дышать воздухом и ходить не по дну, а по суше, смелые и отважные, за мной. И рыбы стали кочевать из пересохших водоемов, наполненные водой. Потом и те пересыхали, и новое поколение рыб упорно продвигалось к очередному водоему. Постепенно, для того, чтобы опираться было удобнее, передние плавники стали превращаться в пятипалые конечности с перепонками. Чем же закончилась эта история, можно прочитать в сказке Ольги Яковлевны 6 «Древнее море и кистеперая рыба». А если внимательно смотреть под ноги, то можно обнаружить древние, останки древних животных и у нас даже в Новотроицке. Ой, как интересно! Ой, а как ученые узнают, что в том или ином месте было море? У ученых пока нет такого прибора, чтобы можно было отправиться в далекое прошлое. Приходится исследовать горные породы. Они изучают осадочные породы, известняки, песчаники, которые покрывают почти всю земную кору. Грубо говоря, пробурили скважину в 100 метров, подняли образцы, изучили особенности породы и сохранившиеся в ней останки живности. После этого можно сделать вывод, что здесь было море. Ой, интересно, правда, ребята? А мы приглашаем вас в гости в Центральную детскую библиотеку. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok